привет друзья кто помнит телефон sony ericsson w 550 и по моему волкман он назывался крутой такой оранжевый то последняя наверное линейка перед появлением смартфонов когда появились iphone и всякие там вот эти сенсорные панельки куча китайчик а еще был чуть-чуть до этого simons такой c50 или c60 что-то 5 тоже оранжевый супер модный спортивный вот они здесь ни при чем абсолютно но у меня для вас сегодня очень классная тачка тоже оранжевая встречайте красавчика это новый компактный кроссовер с технологией e-power nissan kicks итак сегодня мы разберемся принципиально с новой с новой машины не будем устраивать никаких соревнований никаких джип-триалов эксплуатировать ее по бордюрам топить в лужах и так далее даже на пляж не поедем наша задача сегодня познакомиться с этим автомобилем понять что это вообще за класс что он из себя представляет кому он подойдет в качестве первого автомобиля или может быть летней тачки до которая будет стоять у вас где-нибудь в теплом курортном городке типа нашего очень жарко на самом деле в аудиостоке летом поэтому мозг у меня работает процентов на 12 обычно где-то шанс сегодня 12 в общем в общем друзья давайте начинать и начинать мы будем как всегда с визуалочки итак друзья как заявляет производитель этот автомобиль располагается в линейке примерно где-то между жуком который самый первый наверное и очень долгое время был самым популярным компактным кроссовером и между экстренным между жуком и стрелом соответственно вот сделано на технологии nissan micro по-нашему это nissan match nissan в модель в по-моему она называется в общем и целом что можно сказать про конкретно про этот кузов это полноценный я бы сказал даже чуть больше чем привычный нам компактный кроссовер типа того же самого жука сейчера или кто у нас третий везель или визуально он выглядит побольше может быть за счет того что очень сильно выдается вперед капот ну давайте детально во первых морда выглядит максимально круто и стильно что-то взято от нового qashqai огромная черная решетка до переходящая в черные полоски и где много-много-много всяких хромированных штучек которые здесь абсолютно не лишние очень гармонично с ними смотрятся вот такие широченные фары которые у нас видны в двух плоскостях во-первых спереди во-вторых сверху вот так вот стилевенько они выделяются в свете того что последнее время очень сильно китайцы захватывают рынок захватывают его ну во-первых ценой во вторых и вот этим своим футуристичным дизайном хочется поддержать вот эту малышку как раз таки тем что привычные нам японцы которым многим кажется уже слишком простоватые по сравнению с китая никогда в жизни думал что такое скажу но вот эта тачка реально выглядит футуристично стильно молодежно и помимо того что ее форма самого такая до зализа на спортивная так еще и 12 он цветов в линейке с различными цветами мотелками оттелками оттелками и здесь только я с различными оттенками короче вы можете выхватить как яркую так и строго есть синий желтый вот такой оранжевый кстати говоря вот этот цвет самый популярный он является визитной карточкой модели вообще kicks и естественно черная крыша что придает ему спортивности никого панорама вы здесь не получите к сожалению почему потому что потому что давайте разбираться с тем что есть если бы у нас крыша не была черная вот эти вот стойки часть дверей да и передняя часть они все равно оставались бы черными эту штуку придумал nissan еще в начале производства 27 сирен может раньше не знаю я просто не встретился там эффект парящей крыши представьте вот эта крыша оранжевая или черная и ну я не знаю на кого рассчитывали конечно японцы и кто будет это в это реально верить но по ощущениям крыша отдельно от автомобиля классно классно это просто такая легенькая фишка немножко разбавляет настроение вот эта тачка она вообще создана в большей части для того чтобы выделять вас из толпы и серый вот этого будничий который на своих мокрых асфальтах ездит или вот этих rolls-royce черных скучных с роялями на заднем сидении вот эта тачка будет выделять вас поэтому если вы молоды телом либо душой вариант вот такой при всей компактности кузова очень большие двери не знаю стоит ли об этом рассказать или нет потому что видно и так но это большой плюс потому что облегчает посадку и вот именно вот эта посадка до достаточно комфортная она может вот эту машину из числа компактных кроссоверов нам привычных типа сейчера или везеля с такой маленькой дверкой с ручкой вот здесь вот она выделяет то есть по посадке она такая же простая как и nissan qashqai да или dualis по нашему по право рукам стандартные ниссановские черты задней части не сильно отличаются от скажем последнего x-trail например даже немножко смахивает на мини мурану японии кстати говоря муран тоже есть но почему-то мы его не возим нафиг никому не нужен когда есть харьер лексусы и тачки по премиальные возвращаемся к нашему красавцу реально можно перепутать с новым x-trail ам или с мурана да если бы не огромная лейба кикс или я называю киси кейс поняли потому что и си просто есть еще один автомобиль nissan кикс тот же самым pajero mini называется кикс через x некоторые путают постоянно когда горишь по один кикс они говорят то что дурак какой кикс зачем мне pajero mini а я это ему про вот эту говорю в общем за внешку я ставлю пятерочку выглядит стилёво свежо и очень ярко вот эта машина которая вот даже в любой ситуации вот в таком особенно цвете или любом другом ярком цвете вообще nissan и по цветам молодцы в общем эта тачка будет поднимать вам настроение даже если вы к ней отношения никакого не иметь просто мимо проходить кстати говоря nissan кикс разрабатывался специально для и рынков южной америки чего а вон он оранжевый просто наш вот это машина ошибся в общем nissan кикс разрабатывался для рынка южной америки и там представлены версии в плане мотора с двигателями бензиновыми четырехцилиндровыми объемом полторашка и 1 и 6 что же у нас с вами друзья самое как я постоянно говорю самая крутая технология от компании nissan называющаяся последовательный гибрид выглядит она как мотор hr 12 эти как я все выучил классно сегодня даже и капот еще не открыл уже знаешь там hr 12 hr 12 d и представляет из себя трехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1 и 2 литра мощностью 82 лошадиных силы и и и и и и и и 103 ньютона метров крутящего момента но скажете вы почему 1 и 2 литров для компакт кроссовера с другой стороны все черри это никого не смущает до заступаемся автоматически что такое последовательный гибрид друзья в этой схеме бензиновый двигатель работает лишь как генератор а в движении колеса приводит 95 киловаттный электромотор то есть мотор вырабатывает ток передает на электродвигатель и электродвигатель посредством одноступенчатого редуктора это самая простая в мире трансмиссия где одна шестеренка крутит другую а потом говорит обратно если вы едете задом все поэтому слабых мест у этой тачки нету мотор работает без нагрузки электромотор штука вообще постоянно ни разу не слышал чтобы у кого-то он отъехал в этой схеме есть батарейка 11 и 7 киловатт часов она ампер часов она держит но работает она чисто как резистор для резких ускорений она полностью высаживается чтобы максимальный ток отдать сразу на электромотор и через как-то конденсатор я имел ввиду и через электромоторную через редуктор передать все это дело на колеса тачка полетела точно на той же платформе что и nissan not и power она построена которая считается по сей день один из самых быстрых нетрубовых хэтчбеков сумасшедшая табуретка у нас его еще называют есть версии с не это значит на полном приводе который реализован просто установкой еще одного небольшого электромотора в заднюю часть у нас переднеприводный сегодня красавчик но вот конкретно в этом случае слова красавчик максимально уместно вот эта тачка она будет от максимально актуальна тем кто тащится по гибридным технологиям кто любит вот эти формы кто любит яркие цвета от nissana и кому не хватало даже в полноприводных нотах кому не хватало именно высоты клиренса которые у этой тачки 170 миллиметров ну и по факту это кузов кроссовера поэтому друзья у нас уже есть хэтчбек у нас есть минивэн nissan sirena e-power и теперь встречайте пожалуйста последовательный гибрид в кузове кроссовера ждали ждали между прочим клиент для которого мы этот автомобиль купили он присматривал эту машину выбрал уже заблаговременно она стала проходной только в июле двадцатого года то есть буквально месяц назад и купили мы ее в мае то есть пару месяцев она у нас стояла в японии ожидала пока станет проходной чтобы мы без всяких переплат ее сюда завезли и кайфанули вместе с вами сегодня давайте глянем салон там вообще бомба вспоминаем обратно sony ericsson w 550 черно-желтенький такой черно-оранжевый интерьер у нас отделан тех же цветах что и внешка при выборе другого цвета и другого цвета возможны вот эти вот нюансы до боковая обивка на сидушках вот этого центральная часть на консоли дверные карты и даже обратить внимание бортики ковриков тоже сделаны оранжевым для чего для того чтобы вы не унывали в этой тачке и не чувствовали себя стариком но даже если вы старик сидя в этой тачке вы будете просто улыбаться хотя не за может и надоест кому-то честно говоря я тоже небольшой любитель вот этих ярких всех нюансов мне кажется они будут бесить но вот пока эта тачка не моя я прям сижу в ней и улыбаюсь тут наверное это вкусовщина все что интересно друзья все органы управления у нас сфокусированы вот здесь центральной части больше ничего нету огромный 12 дюймовый дисплей у нас встречает на центральной части приборной панели под ним простейшее управление климатом прострочки где где только можно кожей но естественно это эко кожа до в том плане что ни одно животное не пострадало сидушки тоже полностью ей отделаны два подогрева для передних сидений сзади сзади нету но зато есть гнездо юсб для зарядки кстати говоря тачка двадцатого года почему-то еще не тайп си везде потому что нафиг она вам нужно ищите юсб и втыкайте вот свежий руль обновленный спортивный до тот же самый что на новых е-пауэрах да они же ноты полностью мультовый здесь присутствуют все кнопочки управления бортовым устройством все кнопочки управления системой про пилот который на сегодняшний день одна из лучших систем активного круиз-контроля да эта машина может сама останавливаться сама разгоняться в пробках если есть еще и разметка в вашем городе то он будет держать полосу классно классно что еще мне захотелось делать сразу же как только я сел в этот салон впервые вот эту штучку нажать и нажать клавишу сос чтобы нас спасли наконец-то от этой жары очень допотопный переключатель света такая прям огромная клавиша щелкающая может быть это фишка такая потому что их здесь три но выглядит аутентичный к я однажды посмотрю что значит аутентичника и буду говорить его в тему пока вот как могу так и говорю вот и зеркало заднего вида центральная которая с встроенным монитором сразу же переключается на режим камеры очень удобная штука кстати говоря во многих свежих автомобилях такое встречаю не только в японцах но классно то что для тех кто не любит или нам непривычным или хочет смотреть на себя еще в этот момент все это дело в любой момент можно отключить и пользоваться по старинке если говорить о конструкции салона я бы сказал что место здесь например предостаточно и хоть этот кроссовер у нас не совсем компактного это по факту это компакт кроссовер да но он не маленький он не маленький снаружи и в салоне соответственно место тоже просто завались можно вот так вот максимально отъехать назад и я едва дотягиваюсь до педаль тормоз ну ладно я дотягиваюсь до педаль тормоз но ехать мне было бы неудобно на газ бы до конца точно не нажал электронный ручник системой автохолд помощи при трогании в подъемах и так далее в общем все основные системы помощи активной безопасности и всего остального в этом автомобиле естественно на уровне в каталоге написано 600 миллиметров у вас для того чтобы вытянуть коленки то есть я так полагаю отсюда сюда по факту хватает при том что я подвинулся до конца назад да и у меня коленки все равно не дотягиваются кто там должен сидеть такой длинноногий я не знаю но даже при этом мне будет здесь максимально комфортно два кармашка нету разделительного подлокотника есть воздуховоды для подогрева и охлаждения задних пассажиров здесь под сидушкой они расположены как выяснилось не во всех тачках современных это есть и довольствоваться приходится только лишь обдувом спереди вот поэтому здесь вы не будете мерзнуть сидя сзади в холодную какую-нибудь зиму где-нибудь в якутске 432 литра объем багажника этого более чем достаточно для того чтобы реально отправиться в какую-нибудь дальнюю поездку поэтому можно сказать что это вполне полноценный себе автомобиль для семейной жизни я когда не познакомился с этой машиной вживую так когда покупал ее когда рассматривал по фотографиям я думал что это компактный кроссовер типа там того же сейчера ездить по городу да там может быть деньги изредка выскакивать но нет по факту это большой вместительный и очень мощный на удивление при маленьком объеме автомобиль 432 литра объем багажника можно загрузить его всякой ерундой поджвак чемоданами до рассадами козами курами можно сложить две задние сидушки 60 на 40 они складываются если вас не пять человек участвует в этой поездке то реально можно эту машину прям поджвак забить каким барахлом и отправиться на моря зонтики круги вот эти вот надувные большие гуси вот электропривода багажника нету я думаю нет ни в одной комплектации пока что хотя тут честно говоря я не знаю может я и не прав у x-trail а есть почему у кикса нету потому в двадцать втором году был технический рестайлинг там увеличили мощность электроустановки 100 киловатт она теперь выдает еще несколько нюансов доделали по кузову обновили шумоизоляцию улучшили и может быть кстати говоря там и есть доводчик башка нафиг не нужная вещь но очень прикольно мне всегда нравится по рулежке тачка рулится легко в принципе ничем не выделяясь наверное среди остальных компакт кроссоверов этот класс вообще очень классно управлять классно управляющийся класс получается вот по ускорению сопоставим с и power am кто смотрел наши обзоры на и power молодцы кто не смотрел посмотрите кпд у электромотора как мы помним из школьной физики 80 процентов у бензинки всего 24 поэтому до динамика есть хорошая слышно конечно как разгоняется у нас бензиновый двигатель при этом до току немало ему потребуется но в то же время он делает это абсолютно практически в холостуде без нагрузки поэтому по динамике нормально нормально хотя уже когда есть какой-то опыт есть чем сравнивать ну гонка эту машину далеко не назовешь шумоизоляции естественно не хватает у сечера и и будет побольше вот но как я люблю говорить шумка колеса тонировка и все остальное не рука это дело нажимное вот самое главное что сидеть удобно рулится легко отзывчивость на педаль моментально и в обслуживании этот автомобиль максимально неприхотлив по факту все что от вас требуется обслуживать тачку это только менять масло в двигатель в трансмиссии раз в 30 тысяч залили масло трансмиссионный сам фонарный условно на естественно точно начать из жигулей сливать вот да и все никакой гидравлики никакой пневматики никаких фрикционов никаких ремней ничего нету сел нажал кнопку полетел вот что мне не понравилось в этой машине камеры кругового обзора сами камеры это очень круто но вот это вот прорисовка блин друзья это прямо очень смешно ужасно ужасное качество от этих оранжевых полосочек картинка ну я не знаю какую-то прям самую бюджетную камеру ту ли ли сюда японцы ну это мне кажется при всем остальном прочим подогревах всего достаточно качественном салоне крем рулем все кнопочки даже как надо но тут камера конечно так опять все единственный минус ну и шумоизоляция но это очень большая условность а так целом годный автомобиль за сайба так вот друзья с кем можно сравнить этого красавца в плане внешнего вида я думаю он бесподобен но лично для меня самым красивым кроссовером компакт кроссовером остается си эйчер это вообще прям идеальное сочетание вот это вот космическости и вот какой-то прям простой японской стабильности вот везель уверенный среднячок среди и компакт кроссоверов еще я бы взял eclipse cross тоже достаточно говоря почему-то отделенный вниманием автомобиль очень классные турбовая полторашка в нем установлена тоже достаточно мощный хотите передний хотите полный привод все остальное плане ходовки и от аутлендер вот тот же самый аутлендер кому подходит этот автомобиль друзья в первую очередь я думаю что конечно машина молодежная обусловлено это в первую очередь его футуристичным космическим внешним видом тачка которая еще несколько лет будет выглядеть новой свежей плане дизайна в плане вот этих вот заходящих на середину капота фар огромные решетки черной крыши это все вот этот спортивный молодежный стиль огромная линейка ярких цветов nissan вообще в этом плане радует всегда у него и в минивэнах и в самое большое наверное количество ярких цветов у nissana среди кейкаров от машины которые как минимум должны улыбку вызывать вот этот красавчик тоже будет вызывать улыбку эта машина которую выбирают в первую очередь глазами во вторых это самый технологичный на сегодняшний день компактный кроссовер расход топлива 3 и 7 литра на 100 километров бак у него 41 литра бак у него 41 литра объемой в общем это все к чему к тому что тачка динамичная экономичная красивая современная и самая технологично одна из самых технологичных потому что сейчас мне про своих китайцев опять начнете писать классно классно цены друзья 1 миллион 700 тысяч рублей примерно обошлась эта машина это 2020 год оценка 5 баллов по моему четыре с половиной тридцать четыре тысячи пробег состояния нового автомобиля очень классный очень свежий очень красивые по старту цен с учетом нынешнего курса доллара и евро по 100 рублей напомню что сейчас кроме есть август уже уже 2 августа 2023 года старт цен примерно такой же и сохраняется где-то миллион семьсот миллион семьсот пятьдесят плюс минус объективно за новый автомобиль 2020 года это вот такая цена даже в сравнении с китайцами хотя китайские технологии конечно топ но я буду топить за японию до последнего до последнего своего вздоха может быть и через год такой покупайте все китайцев японских лам уже никому не нужен вот в общем друзья классный красивый стильный молодежный я и тачка тоже прикольно подписывайтесь на наш канал если еще не подписаны ставьте лайки и до новых встреч компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля